У маленького датчика большие задачи. Он работает даже тогда, когда Егор спит, круглосуточно замеряет уровень сахара. Важный показатель для диабетиков. Я живу с этим уже 4 года. При низких сахарах у меня кружится голова, иногда тем нет в глазах и трясутся руки, а при высоком сахаре у меня иногда болит голова. Моменты плохого самочувствия пациенту важно понять, сахар низкий или высокий, колоть инсулин или съесть шоколадку. Поэтому ничто так не знакомо диабетикам, как исколотые пальцы. Малыш, когда ему ставится диагноз сахарный диабет, для того, чтобы определить и не пропустить вот эти состояния, когда гликоза выше нормы или ниже нормы, родители должны ему колоть пальчик или пяточку 10-12 раз в день, для того, чтобы не пропустить вот эти колебания и днем, и ночью. И, конечно же, это очень болезненно, конечно же, это психологически очень тяжело и для самого маленького человека. Теперь на замену глюкометру приходит маленькое устройство – система непрерывного контроля глюкозы. Датчик устанавливают на две недели, затем меняют на новый. Устройство оснащено тончайшей иглой, которая вводится в подкожную жировую ткань. Именно там и контролируется уровень сахара. Датчик выглядит таким образом. Ребенку он не доставляет дискомфорта и устанавливается совершенно безболезненно. И можно производить сканирование. Результат выводится в мобильном приложении. Но главное преимущество этой системы – все данные уходят в компьютер врача. В Свердловской области одной из первых начала закупать такие датчики для детей в рамках средств ОМС еще два года назад. И следить за состоянием маленьких пациентов дистанционно. Всего в России около 12 миллионов инсулинозависимых человек. Обеспечить всех такими датчиками, которые нужно менять каждые две недели, Минздрав пока не готов. Но Федеральный центр эндокринологии борется за то, чтобы российским детям устройство выдавали бесплатно. В этом году большой шаг вперед. Практически 80% регионов сделали. И уже некоторые регионы 2-3 года назад инициативу эту реализовали. Большинство регионов в этом году уже начало. И они закупили за счет регионального бюджета эти средства непрерывного мониторинга. И обеспечивают всех детей с сахарным диабетом первого типа. С такими датчиками дети с диабетом могут вести обычную жизнь, заниматься спортом и лопать все, что хочется. Даже пирожные. Мне можно все. Есть ограничения только по еде. Там есть два очень нехороших продукта, которые вообще не посчитаешь. Никак. Это какие? Это виноград и банан. А родители на расстоянии следят за самочувствием ребенка. Я вижу, что происходит благодаря беспроводной связи. То есть этот мониторинг передает данные в телефон Ильи, который постоянно при нем. И этот телефон уже передает данные мне, где бы я ни находилась. Сейчас в рамках пилотного проекта в шести регионах эту систему непрерывного дистанционного контроля тестируют и на взрослых. Мониторинг дает дополнительную информацию, потому что пациент измеряет глюкометром обычно 3-4 раза в день. Чаще, редко кто измеряет. А информации для анализа нам нужно гораздо больше. Нам нужна информация о показателях после еды, ночью. Не всегда пациенты распознают гипогликемию, пропускают. Пока все такие системы иностранного производства, поэтому и цены на них кусаются, и дефициты случаются из-за сложной логистики и санкций. Но уже сейчас несколько российских компаний разрабатывают отечественные устройства, которые будут доступными для всех.